Здравствуйте, друзья! Я рад всех приветствовать на своем канале. У нас немного поменялась локация, но об этом я скажу в конце видео. Кому интересно, досматривайте до конца. Итак, сегодняшняя наша тема роботизированная, механизированная реабилитация в быту. Меня очень много спрашивали по поводу разных видов оборудования, которые доступны и по цене, и, в принципе, его можно купить домой и им заниматься. Все это время я отсматривал это оборудование, разные модели, и составил некое впечатление об этом, обо всем. Плюс у нас появился такой аппарат. Он, конечно, чуть более сложный, ну, соответственно, и более дорогой, но все-таки у меня есть возможность вам наглядно показать, как такие аппараты работают и обсудим, стоит ли тратить на него деньги или нет. Давайте приступать. Ну что же, друзья, давайте приступим. Всем, наверное, многим известная вот эта перчатка, всем, кто меня спрашивал, стоит, не стоит и прочее. Еще раз скажу, что их достаточно много моделей, и большинство из этих моделей я пересмотрел. Пересмотрел, перепробовал в каких-то больше функций, в каких-то меньше функций. Итак, вот данное оборудование, наш робот, он, конечно, как я уже говорил, многофункционален, и, ну, соответственно, это отражается на его цене. Но, но, чем хорошо? Мы сейчас попробуем все варианты, как перчатка работает. Объективно я попробую оценить, насколько она подойдет для занятий дома, ну, и посмотрим, опять же, разные режимы. В следующем видео я покажу еще, еще одну очень хорошую функцию, причем этой функцией обладают многие похожие аппараты, которые, ну, в таком лайтовом ценовом диапазоне, то есть можно себе его позволить. Ну, ну, давайте начинать и по ходу пьесы будем разбираться. Итак, включаем аппарат. Вот, аппарат работает как от сети, так и от аккумулятора встроенного. У нас здесь разные функции, но основные мы пробежимся по именно функциям самой перчатки. По функциям самой перчатки. Давайте начнем с первой. Так, включаю. Включаю. Все это, вся эта история работает на воздухе. То есть это фактически компрессор. Это компрессор, который накачивает перчатку и, соответственно, сдувает перчатку. Вот, посмотрите, вот первая проблема, которую мы увидели, и она есть практически на всех аппаратах. То есть проблема в том, что когда идет поочередное сжимание пальцев, иногда пальцы попадают друг на друга. Это вот в рекламе они там растопыривают пальцы и красивенько сжимают и разжимают. Но, к сожалению, нет. Для того, чтобы все это красиво сжималось, надо отводить пальцы. Если мы работаем с парализованной конечностью, то, к сожалению, это не всегда получится. То есть надо будет придерживать, либо вставлять между пальцев, ну, элементарно, там, карандаши, чтобы пальцы не попадали друг на друга. Вот таким образом. Что касается усилий, что касается усилий, вот видите, у меня средний палец и указательный палец, они вот так домиком собрались. Я полностью расслабил руку. Я полностью расслабил руку. И, конечно, это можно все расправить и дальше работать. Но факт остается фактом, что на полностью парализованной конечности эта проблема будет присутствовать. Так, пауза. Включаем следующий режим. Этот режим мы поняли, да? Поочередно сгибание пальцев, небольшое подергивание, и потом сжимание всего кулака. Следующий режим. Запускаем. Смотрим, что она может. Вот здесь она сжимает все пальцы. И все пальцы, как правило, при одновременном сжимании и разжимании ложатся ровно. Ложатся ровно. И здесь у нас все хорошо. Все хорошо. Ровно сжимается кулачок. И также пальцы полностью разжимаются. Ладошка открывается. Хороший режим. Вот этот режим, как правило, присутствует на простейших аппаратах, на самых дешевых. Но он рабочий, удобный. То есть перчатки, вот эти все, они, как правило, сшиты, все одинаково, сшиты добротно. Ничего не могу сказать. Никаких ниток не торчит. Все работает. Но аккуратно, так как эта история вся работает на воздухе, то, соответственно, вот за этими шлангами надо следить за основными трубками, чтобы их не проколоть. Ну, простой режим. Не весьма интересный. Остановим. Включаем следующий. Посмотрим, что у нас дальше. Здесь также поочередно, но в большей амплитуде, сжимает пальцы. И самое главное, что он после этого начинает накачивать компрессор в разжимание. То есть он разворачивает ладонь. Это, я считаю, плюс. То есть потянуть руку, растянуть ладонные мышцы, ну и дальше, видите, как бы следующим этапом он сжимает пару раз весь кулак и потом поочередно также разжимает. То есть также качнул здесь, пошел в сжимание поочередно все пальцы, поднадавил, теперь разжимает и сжимает весь кулак и поочередно их разжимает. И дальше дотягивает руку до полного разжимания. Неплохо, неплохо. Так, и на нашем аппарате это последний режим. Попробуем. Растянул пальцы. Опять растянул. То есть каждое движение идет через растягивание ладони. Так, только пока мизинец у нас работает. Интересно. Ага, следующий палец. То есть по несколько раз он сжимает, разжимает по одному пальцу. Остальные пальцы у нас под давлением разжаты. И после этого он должен сжать весь кулак. Если я правильно понял. Нет, весь кулак он не сжимает. То есть поочередно. Пальцы. Сейчас посмотрим. То есть программы зацикличные. То есть проходит какой-то алгоритм и повторяется. На приборе, на всех приборах, как правило, выставляется время процедуры. Вы сами можете задать это время. У нас также еще выставляется длительность сжимания и длительность разжимания. То есть длительность накачки воздуха или наоборот откачки воздуха. Вот. Сейчас он прошел цикл. Подрастягивает все пальцы. Ну-ка. Посмотрим. И опять пошел на следующий круг. Да. Да. Что еще интересно вот, допустим, в этой модели аппарата. Здесь можно отключать пальцы по одному. То есть сейчас у меня в перчатке воздух весь выкачан. То есть максимально разжата ладонь. Сейчас подтянем мы это. Все поправим. Вот. Теперь я отключаю. Раз. Два. Отключаю четыре пальца. Оставляю большой. Посмотрим, что у нас получится. Давайте, наверное... Сейчас. Вот этот режим. Ну-ка. Да. Работает фактически только большой палец. Видите? То есть это очень, ну, я бы сказал, полезная функция. То есть можно прорабатывать какой-то один палец, который, допустим, больше спазмирован или законтрактурен. То есть вот здесь можно поработать с одним пальцем. Можно поработать, допустим, с двумя пальцами. Да. Вот я включил мизинец и включил большой палец. Вот, кстати, вот эти наши с вами пресловутые колечки, вот эти, которые даются всем во всех кабинетах ФК и прочее. Вот это очень удобно. То есть отработали вот эти пальцы, отключили мизинчик, включили безымянный. И вот поехали следующее колечко собирать. Вот это, кстати, очень классная штука, которая поможет сформировать, вот именно дотянуть вот эти движения, потому что не у всех дотягиваются. Здесь, видите, он дает такую возможность. Ну-ка, средний палец. Вот, поехали средним пальцем собирать колечко. Удобно, мне нравится. То есть хороший вариант. Хороший вариант. отключаем и указательный палец собирает. Да, собирает. И разжимаем. То есть фактически отрабатывается вот то, что нам нужно. Замечательно. Вот такая работа пальцев по очереди. Мы можем работать с одним пальцем, мы можем работать с несколькими пальцами, и мы можем выставлять время процедуры, если аппарат это поддерживает. Значит, мой вот опыт общения с разными моделями этих аппаратов, ну, что я могу сказать? Где-то компрессор сильнее, где-то компрессор слабее. Но, друзья мои, вот теперь небольшая, как говорится, ложка дегтя к этим всем замечательным его функциям. Он, конечно, вот даже у нас заводской, можно сказать, профессиональный аппарат, и он достаточно слабый в плане нагрузки. То есть вот эта перчатка, она сделана из такой прорезиненной ткани, из которой обычно делают ортезы, то есть она тянется, и поэтому жесткой фиксации пальцев нет. И смотрите, если у вас сильная спастика, если у вас тяжелый кулак, такой зажатый, неразработанный, то, конечно, этот аппарат вам не совсем подойдет, или подойдет в том случае, когда вы предварительно перед тем, как начать заниматься на нем, активно размассируйте, разогрейте, растяните пальцы, возможно, потяните пальцы при помощи фиксации в лангете. То есть вот перед тем, как им начать заниматься, руку надо подготовить, руку надо расслабить, руку надо растянуть, руку надо разогреть. Если мы говорим о вялом парезе, о полностью висящих пальцах, висящей кисти, то есть без тонуса, без спастики, здесь этот аппарат подходит в полной мере, без каких-либо подготовительных манипуляций, можно его одевать и работать в разных режимах, то есть вот для вялого пареза он подходит более чем полноценно. В любом случае, друзья, я хочу сказать, что любая машина, а я работал на разном реабилитационном оборудовании, на клиническом, на большом, на профессиональном, проходил обучение, аттестацию и так далее, и я хочу вам сказать, что любая машина, какая бы она умная ни была, без рук специалиста, к сожалению, ну всего лишь набор функций. А человеческий организм, особенно перенесший серьезное неврологическое заболевание, он достаточно сложен. И подобрать ключик каждому отдельному человеку, каждому отдельному пациенту в плане подбора методики, очередности манипуляций, вовремя их поменять и прочее, это очень важно. Это очень важно. Но я оптимист, поэтому я могу сказать, что по результатам оценки всех вот этих аппаратов в принципе их использование имеет место быть. То есть использовать их можно здорово, если вы их используете под руководством какого-то специалиста, какого-то реабилитолога, который подготовит конечность, который вовремя даст на нем позаниматься, оставит вам домашние задания и прочее. То есть сейчас давайте мы пробежимся по таким ключевым моментам. Значит, это пневмо оборудование, то есть компрессор, который накачивает воздух и который стравливает воздух. За счет этого идет сжимание, идет разжимание. При сильной спастике можно использовать тогда, когда вы предварительно подготовили руку, промассировали, прогрели, растянули спастику и тогда можно поработать на одном из таких аппаратов. Следующий момент. Цена определяет набор функций и мощность компрессора. То есть чем мощнее компрессор, тем, разумеется, во-первых, он дольше работает, во-вторых, он больше дает сжимания и больше разжимания. Если у вас спастика, он может с ней попытаться побороться, если компрессор сильный. Если компрессор слабенький, здесь, конечно, уже нагрузка на руку будет меньше. Поэтому вот основная информация по главной функции этого аппарата. В следующих видео я, как уже сказал ранее, покажу еще дополнительные функции этого аппарата и мы с вами разберем, насколько они полезны, а они в принципе полезны. Но это уже будет в следующем видео. Ну что ж, друзья, вот такой аппарат. Покупать такую модель, похожую модель и прочее уже решать вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях и будем это обсуждать. И я вам обещал рассказать в конце, где же я все-таки нахожусь. Очень много писали, куда к нам можно приехать, где у нас можно пройти реабилитацию. До этого у нас на сайте эта информация была. Мы выезжали на дом к пациентам, к нам приезжали из других городов, даже из других стран. Но мы наконец-то открыли кабинет специально для вас. Тут мы собрали все максимально эффективные и доступные средства реабилитации. Здесь мы занимаемся всеми видами парезов. То есть мы прописываем исключительно индивидуальную методику. В кабинете находится один пациент и с ним работает лично реабилитолог. То есть вот все что мы делали много лет в клиниках, на выездах и прочее вот мы собрали на этой площадке. Поэтому пожалуйста обращайтесь, приезжайте. Теперь нам есть где вас принять. Более подробная информация если вас интересует пишите мне в WhatsApp все расскажу все это мы с вами обсудим. На сегодня друзья мои я заканчиваю. Мы с вами ближайшие видео будем встречаться именно на этой площадке и посмотрим что еще интересного мы с вами сможем изучить в плане вашей реабилитации и вашего восстановления. На этом все. всего доброго и будьте здоровы. рада. Редактор субтитров